Стремительно несемся на скалу, что же будет, врежемся или нет? Вот он крест! И проносимся мимо. Эх, лихой разворот. И сейчас мы подлетим к параплану, к другу нашему меньшему. Видите? Попали в небольшой роторочек. Вот он параплан, делаем вокруг него разворот почета. Ах, красавчик, как же ему сейчас холодно бедному. А у нас тепло, друзья. Мы летаем, как вы видите, в шортах. И летаем мы на электрическом пепестреле. И хвала великому Вайдосу, который привез на него батарейку и починил. Но не Вайдос чинил, но на самом деле, если бы не он, ничего бы и не было. Ох! Какие же у него крылья короткие, как можно лихо шалить. Друзья, мы сегодня целый день летаем на этом пепестреле. Это веселый безмонтажный ролик. Такой, знаете, как в стиле... Ура! Радость пришла и так далее и тому подобное. Потому что, действительно, радости у меня сегодня много. Планер, который, казалось бы, все, списан в утиль. Летает просто фантастически. Мы сегодня делаем третий вылет. Батарейку мы заряжали чуть-чуть. Можно было и не заряжать. То есть на первом вылете я истратил 20%, на втором 30%. Можно было с 50% их взлетать, но мы решили, что мы не такие, что мы только топим за безопасность. Никакого хулиганства, никаких пролетов мимо крестов страшных и так далее. Только контент, так сказать, сертифицированный и одобренный производителем. Поэтому мы батарейку зарядили немножко. И, в принципе, это нам помогло. Вайдес, по-моему, доволен. Ты как, Вайдес, доволен? Я сейчас думаю о том, как мы носимся над горой, как два пипистреля. Как пипистрель, когда придурка, ну да. Но, в принципе, да, иногда друзья мне пишут, что, особенно когда ролик какой-нибудь снимешь про волны, про линзы, мне пишут, что это за такой несерьезный пилот такой летает. Где у него серьезность? Где у него, как это, осознание того, что он же в небе? А небо это вообще, небо это опасно и так далее. Друзья, небо опасно, если только так думать. А если не думать, ну, в смысле думать, но не думать, то небо ничем не опасно. Вот мы летаем на склоне, это просто физика. То есть я использую восходящее течение для того, чтобы летать так, как мне нравится. И могу это делать левой рукой, могу отпустить управление, взять правую и поворачивать направо. То есть я делаю, что хочу. И помогает в нем этом аэродинамика. И самое главное, что ее знания. Если ты знаешь аэродинамику, если ты умеешь шебуршать ручкой управления, то тебе сам черт не брат. Вот сейчас, например, небольшая турбулентность. В какой-то слой провалились, то есть ветер меняется. Ветер должен вообще поменяться с, так сказать, западного на северной перспективе. И завтра у нас работать будут вот эти склоны. Кстати, они сейчас украшены горнолыжниками, и мы туда пойдем пошалить. Хочешь пошалить с горнолыжниками? Или ты их ненавидишь? Нет, не шалятся. Вайдас очень серьезный и мощный инструктор по горнолыжникам. Я вам категорически рекомендую. Он еще и на самолете меня учил летать. Это мой самолетный инструктор. Вот. Очень я его люблю. И он очень умный, очень талантливый. Ну, вообще, просто вот я его сейчас... Совсем не серьезный. Да, и, кстати, совсем не серьезный. То есть нормальный. Такой тоже любят и пошалить, и гигей, и так далее. Видите, он даже меня не останавливает. Я там могу сказать, Воков, чему я тебя учил? Ты же как полная боевая... У меня руку там держу. Да, ты руку держишь, да? Хорошо. Да, но мы же опытные пилоты. Мы же друг друга строкуем. Если вдруг один зажалится, другой в последнюю секунду... Тут как раз ключевое слово последнюю. Может спасти ситуацию. А параплан, друзья, видите, не шалит нифига. И выбрался под самую кромку облака. Он думает, что за придурки летают на планере? Могли бы набрать высоту, а сами тут... Нам-то высота не нужна, мы уже хотим домой. У нас ужин. У нас карп сегодня. Серега поймал вчера огромного карпа. Сейчас его коптить даже двух. Кстати, о карпах. Могли бы вы представить, что вот этого карпа или линя крайне сложно убить. То есть, над ним я... Ну, я вообще очень живота-любилый человек. Убить карпа, конечно, я не мог. Но Серега не мог тоже. Но карпа-то надо было съесть. Ну, и я решил, так сказать, его... Надо было, конечно, почитать. Вот есть история в интернете, как убить карпа. И оказывается, очень много веселых историй на это. О, птицы. Эх, сейчас мы их... На самолете так нельзя, на платье не можно. Смотри, сейчас вот так вот мы перелетаем эту гору, потом так в нос планету. У самолета что будет? Перекрутится винт. А у нас отвалятся крылья, если зайдем в желтый сектор дальше, чем нужно. Но мы же не такие, мы же аккуратно. Я обожаю вот эту гору именно с точки зрения шалости, потому что сейчас на нее светит солнце, дует ветер, образуются облака. И, конечно, контент получается совершенно шалительный. Так вот, к слову о карпах, так и не смог его нормально убить. Карп всегда оживал. Потом за это дело взялся Серега. Он карпа заморозил, как писали в интернете. Но карпа, у которого все замерзло, были стеклянные глаза и уже жабры, он все равно дышал. И потом, когда его пытались коптить, он пытался, прыгал вот в этой коптильне. Так что, конечно, живодерная история получилась. Я считаю, что если вы хотите что-то сделать с карпом, правильно почитайте. И уж, честно говоря, заморозьте по-настоящему, чтобы не мучить бедное животное. Горнолыжный сезон уже, скажем так, подходит к концу. Хотя здесь катаются у нас до середины апреля. Нет, это к концу он не подходит, он только тоже, по сути, начинается. Я предлагаю, так как мы здесь просили, видите, летать я не умею, я предлагаю навестить горнолыжный парк под это дело. А то все-таки какие-то грустные истории про линии карпов. Как, кстати, правильно держать ручку? Вот так, срочно пальчиками, друзья. Сегодня мой ученик летал на этом планере. И, наконец-то, я его научил правильно держать ручку. Он ее вот так вцеплялся в нее, у него потела рука, и ничего не получалось. Вот, как только он стал держать ручку правильно, он сразу начал летать ближе к вот этим скалам и вообще вести себя более прилично. Так что, держите ручку правильно, у вас все получится. Так, а мы же с криками гигей перевариваем в зону горнолыжных перемещений. Итак, стали ли подъемники по времени? Еще должны кататься, наверное, да? Нет, уже не должны... Уже пиво пьют уже. Уже пиво пьют? А, тут же из-за того, что жарко. В смысле, видите, склоны все растаяли. Подъемники все остановлены. Слушай, может, горнолыжников-то нету? Или просто уже поздно? Шесть часов. Шесть часов. Ну да. Шесть часов. Какие могут быть горнолыжники, друзья? Позор. Как это? Крепкая боевая двойка мне за то, что я сюда залетел. Ну ладно, ну посмотри, нет горнолыжников. Ну что нам? Возьмем сейчас, перелетим назад. Ой. Ой это плохое слово в авиации. Но ой я почувствовал, что надо вот эту перелететь гребень, иначе за ним будет вот совсем ой. Оп. Гребень я перелетел. Почему? Потому что ветер. Вот в горах крайне важно знать вот эти все нюансы с ветром. Некоторые спрашивают, как же вы так летаете в горах? Да вот так ты просто все время знаешь ветер, следишь за ветром, чувствуешь ветер, смотришь прогноз. О! О, вот ветер, вот пожалуйста. Видите, образуется над горой облако красивое. И даже видно, как этот ветер дует, как в этой ниточке облако выстраивается над горой. Собственно, сейчас они демаскируют вот этот динамический потоп, который над горой работает. Сегодня уникальная погода, когда ветер с юго-восточного через юго-западный меняется на северный. Мы опять вернулись к нашему склону. В принципе, летать мы на нем можем вечно, пока дует ветер и светит солнце. У нас Пепестель не нарушает правила визуальных полетов. Он летает только днем, иногда вечером. В сумерках мы можем летать полчаса после, так сказать, заката. И полчаса до рассвета. Свято блюдем этот момент, потому что, действительно, когда не видишь земли, очень сложно приземлиться. Ну что ж, я вам сделаю сейчас еще один красивенький проход по вот этим скалам. Сейчас самые красивые места пошли. На вот этой высоте примерно здесь много таких пещерочек красивых, вкусных, которые можно, ну, на Пепестель, конечно, залететь в них нельзя. Это будет совсем уж контент огонь. Но, допустим, заглянуть крылышком вполне можно. Что мы, собственно, сейчас и попробуем сделать. О, там гора во всей красе. Я в нее прицеливаюсь. Проверяю скорость 120. Комфортно для меня. Потому что медленнее лететь страшно у такого рельефа. И вот сейчас я поближе к рельефу и перевожу плавненько камеру на крылышко. И вы можете добываться нашу тенью, которая сопровождает нас по этим великолепным волшебным скалам. А я к ним все ближе и ближе. Если есть скорость, ближе можно. Если скорости нет, ближе страшно. Даже мне. Ну и, конечно, когда ваши ноги смотрят вот так вот в эти скалы, это, конечно, ух. Ну сколько открыла до скалы? Не знаю. Немного. Недалеко. Когда Вайдерс меня учил летать на самолете, я заложил первый же разворот с креном в 45 градусов. Первый же после взлета он сказал, Волков, ты кто? Самоубийца или что? Я говорю, а как же еще поворачивать самолет? Он говорит, блинчиком, нежненько. Градусов 30 крен. Зачем такой большой? Я говорю, а зачем маленький? Но оказалось, что на самолете все немножечко по-другому. Это было мне планер. Ну вот теперь я, когда на самолете летаю, всегда пытаюсь отучиться разворотом вот этими мощными кренами. А на планере 45 градусов, это самый кайф. Это прям к бабке не ходи. Как приятно разворачиваться. Вайдер, что ты скажешь по поводу моих 45 градусов? Я помню, когда ты разворачивался, я тебе говорил, что экзамен ты так не сдашь. А, ну да. Видите, как бы можно, но у нас сейчас два с половиной километра по высоте, а там было метров 50, наверное. Ну да. Ну как? Есть скорость, нет проблем. Самое главное, друзья, во всем этом летном скорость. То есть, если есть скорость, на самолете же она зависит от двигателя, ну и от положения, естественно, от тангажа. Но потерять на самолете скорость, наверное, проще, чем на планере. Потому что на планере эта скорость чувствуется на вкус. Вот в этом шуме ветра, вот в динамике этого планера, положение капота относительно горизонта. Она вообще в крови, можно сказать. Вот эта вот скорость, она в крови планириста. Поэтому ее намного сложнее потерять. Хотя, конечно, было бы желание сделать просто все. Да, видите, я не особо стараюсь высоту набрать, но она и не теряется особо. Конечно, вот этот рельеф потрясающего воображения даже меня сводит с ума. Здесь мы не так часто летаем, вот над этими скалами, потому что, как правило, или ветер сильнее, или погода сильнее нас выносит вверх, либо мы стремительно несемся вниз. А так, чтобы можно было вот так долго шарить, единственное, что мне надо в Вайднесу надо дать полетать. Около этих скал. Как ты? Да я летаю. Ты летаешь? Нет, а попилотировать? Нет, я наслаждаемся этим делом. Зажигай, да? Смотрю на высокий класс, когда можно это все снимать, говорить и летать. Не, ну, снимать это уже пробо-деформация, конечно, друзья. Скажу честно, сначала, когда я летал на планере, я молчал, как в тряпочку. Я смотрю свое первое видео и понимаю, что, знаешь, какой-то позор полный. Как можно снимать и не говорить? Иногда меня сейчас критикуют, что как можно трындеть, не переставая столько времени. Соглашусь с этой обоснованной критикой, потому что даже у меня, например, сейчас пересохло в горле и хочется пить, потому что слишком много разговариваю. С другой стороны, вы же через слова ощущаете мои эмоции. Вот видите мои ноги над пропастью и ощущаете эмоции. И Вайдаса, видите, который спокоен, как... Без эмоций. Да, без эмоций, спокоен вообще. Ничего не боится. Ну, потому что, когда инструктор летает с курсантами много-много, а потом еще есть ученики, горнолыжники и так далее, то возникает тоже какая-то профдеформация, что... Да вроде как уже ничего не страшно. Ты столько в жизни повидал, что столько вещей, которые... Как может человек там ученик или кто-нибудь накосячить, что уже ничего не боишься. Но, с другой стороны, важно, что формируется ощущение неба, вот такое ощущение полета. И ты способен, разговаривая, пилотируя, что-то делая, выполнять обычную работу, держать ручку и с помощью нее заставлять планер летать туда, куда тебе хочется. Вот. И самое приятное, наверное, в этом, это ощущение, именно чувство вот этого вот крыла, что вот это крыло является неким продолжением твоих лап, рук и всего остального. Ты чувствуешь вот этот рельеф. Кстати, зачем нужно пилоту хорошее зрение? Чтобы чувствовать вот это расстояние. Я могу сказать, что зрение у меня отвратительное, я, можно сказать, слепой инструктор, потому что плохо вижу. Но... Это была секретная информация. Но я прекрасно чувствую расстояние до этих скал, и есть замечательный пилот Анокин, который без одного глаза летал прекрасно. Тут самое главное именно заставить мозг найти альтернативные пути для сбора информации, на каком же расстоянии до склона мы летаем. И, например, какой альтернативный путь некоторые находят? Это крики пассажиров. Когда ты слишком близко к склону, то, так сказать, пассажиры могут орать, сейчас этот старый придурок нас убьет. Но, во-первых, не старый, во-вторых, Вайдас так не закричит, потому что он знает... Не надо, не надо, не надо только информация. Вот, мы с ним позитивно летаем. Я думаю, что ролик, в принципе, затянулся. То есть, все, что я хотел вам сказать, я сказал. То, что я хотел вам показать, показал. Ролик получился безмонтажный, и это большое достижение. Представляете, я трындил 16 минут не переставая. Пишите, как вам понравилось или не понравилось, что убрать, что добавить. До новых встреч, глубоковажаемые любители летных видов спорта. До новых. Эйц. И, э-э-э, надеюсь, позитивных роликов. Эй, э-э-гэй! Эй, э-э-гэй! Сой, сой, сой. Сой, сой. Эйц.